В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok Проспект Ломоносова, 172, корпус 3. Деревянный двухэтажный дом постройки еще 1917 года. За всю свою почти вековую историю капитального ремонта это здание не видела ни разу. Каково же было удивление жителей, когда правительство области решило, капитальный ремонт этого дома будет произведен только в 40-х годах. Жители бы и рады ждать, да боятся, что не дождутся. Обветшала кровля, да и свайные основания дают о себе знать. Неизвестно уже, в каком состоянии она будет через пару лет. И будет ли вообще-то программа исполнена в полной мере. Но я думаю, что все это не стоит затягивать, а решать проблемы сейчас. Или подождать, внося обязательные платежи областному оператору капремонта. В противном случае придется дополнительно собирать средства и производить ремонт за свой счет. Не стоит забывать и о том, что ежегодно в Архангельске сотни домов становятся аварийными, сгорают или признаются неподлежащими капремонту. Областная программа этот факт не учитывает. Программа состоит из пяти этапов. Каждый этап это пятилетний этап. И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап входит порядка 600 домов. Хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше. В то же время на последний этап, это 2038-2042 год, отнесено порядка 3000 домов. Или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках вот этой программы. То есть они должны быть отремонтированы только в самом-самом конце. И из этих 75% лишь десятая часть сможет дождаться ремонта. Судьбу остальных домов областная программа негласно предрешила, как и судьбу средств, которые горожане теперь обязаны направлять на капитальный ремонт. Нет гарантий, что оплаченные вами 6 рублей 10 копеек за квадратный метр будут потрачены на ремонт именно вашего дома. Не распылять деньги архангелогородцев на нужды других населенных пунктов региона помог бы специальный фонд капитального ремонта для поморской столицы. С предложениями создать такой неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко. Но областное правительство эту идею не приняло. В итоге многие собственники жилья в многоквартирных домах не желают участвовать в программе, по которой их жилье будет отремонтировано через 30 лет. А сами жители будут устранены от принятия решений о проведении ремонтов. Кроме того, несколько десятков домов в программе просто нет. Собственники уклонились от предоставления документов для включения в нее. При этом взнос правительство области установило единый для всех, не принимая во внимание, что, например, для ремонта деревянных домов расчетная плата за капремонт должна составлять 29 рублей с квадратного метра. А для того, чтобы отремонтировать дома в районах области, средств потребуется еще больше. Минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, 9-этажные дома, составляет 9 рублей 47 копеек. А по деревянным домам, как правило, неблагоустроенный жилой фонд, 32 рубля с квадратного метра. Ощущаете разницу? 6-10 квадратного метра и минимум 9-47, то есть это разница, должна быть где-то предусмотрена. Поскольку регулятором является субъект, соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области. Этих денег нет. И где их взять, правительство области ответа тоже дать не может. В целом, ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит почти 4 миллиарда рублей. По Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, это более миллиарда рублей. Понятно, что муниципалитету только за счет собственных средств этот дефицит не покрыть. Соответственно, без дополнительного источника финансирования, например, привлечение федеральных средств, реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения. С 12 мая в столице Поморья отключено уличное освещение. В течение лета предприятие «Горсвет» будет проводить профилактические и ремонтные работы на осветительных сетях города. Комментирует Алексей Старости, начальник управления ЖКХ и энергетики департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. В связи с увеличением светового дня мэрии города было принято решение о прекращении осветительного сезона 2013-2014 годов с 12 мая текущего года. Мубгорсвету необходимо обеспечить консервацию и сохранность осветительности города Архангельска. В канун Всемирного дня детского телефона доверия министру труда, занятости и социального развития Архангельской области Павел Шевелев рассказал журналистам о некоторых итогах работы социального института в Поморье. Детский телефон доверия действует в России уже несколько лет. В Поморье приемом звонков занимаются три организации. В Архангельске, Северодвинске и Вельске. Получить консультацию или помощь у социального психолога может каждый житель области из любой ее точки. Круглосуточно. Система автоматически переключит абонента на свободную линию. Очень важно на другом конце телефонного провода, чтобы сидел настоящий специалист, который работает в отрасли продолжительное время и который мог бы разбирать проблемы подростка поэтапно и решить их, наверное, не одномоментно, а решить их системно. Все звонки на телефон детского доверия конфиденциальны, а за помощью можно обратиться анонимно. С 1 июля 2014 года в России вступит в силу закон о запрете нецензурной брани в произведениях литературы, искусства, СМИ, концертах, театральных постановках, при показе фильмов в кинотеатрах. Что об этом запрете думает архангелогородцы в нашем традиционном опросе. Русский язык настолько богат, зачем брани использовать. Любой мат можно переделать, даже если какие-то эмоции, все равно ты вырази это культурным русским языком. Мат вообще не нужен. Вообще это, по-моему, как бы так же, как и слова паразиты, такие, как сейчас молодежь говорит. Это очень странно, она разговаривает. Ну и мат, конечно, не нужен. Не на телевидении, не на радио и вообще в повседневной жизни. Когда культурная речь присутствует и в разговоре, намного приятнее, наверное, с человеком общаться, нежели когда человек выражается нацензурно. Я считаю, что должно эфирное время ночное быть для этого. И либо специальные передачи там, типа камеди, там, где без этого, наверное, юмор все-таки не прочувствуешь. Так что, вкратце так. Ну, конечно, если дети это будут слушать, ничего хорошего в этом не будет. Выступить экспертом сегодняшней темы дня мы пригласили главного режиссера Архангельского театра драмы имени Ломоносова Андрея Тимошенко. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, российские деятели культуры и искусства раскритиковали законопроект о запрете использования нецензурной лексики, в частности, в произведениях искусства и литературы. Вот, например, худрук Амхаты имени Чехова Олег Табахков назвал его типичным словоблудием, а писатель Сергей Шергунов назвал подобные законы ханжескими. А как вы к этому относитесь? Ну, у меня тоже не очень однозначно отношение к этому делу, потому что есть ряд классических произведений литературы у Маяковского, в Довлатов, в тот же Евене Ерофеев, где нецензурные слова просто, ну, без них невозможно. С другой стороны, против того, чтобы нецензурная брань использовалась ради нецензурной брани. Ну, очень много таких пьес в последнее время было на сценах наших театров. Ну, как эксперимент, наверное, это возможно, я так думаю. Но в целом я приветствую такой закон. Хотя, с другой стороны, вы знаете, мне кажется, что он немножко даже запоздал, потому что мода уже тоже на это проходит. Я думаю, что как-то оно само собой даже отойдет сейчас. Вообще ряд московских театров, например, не собирается снимать с репертуара спектакля, где встречаются нецензурные слова. Вот, в частности, худрук центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков сказал, что придется искать выход, опять использовать эзопов язык. А еще он сказал, что в искусстве уместна только самоцензура. Вы согласны с этим? Ну, самоцензура – это очень важный фактор. Ну, театр, центр Мейерхольда, театр ДОК, у них новая драма, она построена, очень много там нецензурной лексики, которые, в общем, отражают нашу жизнь, да, современные такие пьесы. Но им будет сложно с этим законом, очень сложно, потому что им придется, конечно, пересмотреть весь репертуар, а как переписать эти пьесы невозможно. Вот, у нас в театре мы такие пьесы не используем в постановке, поэтому у нас, как бы, такая проблема не очень острая. А вообще в репертуаре есть? Ну, я мечтал поставить венечку Ерофеева «Москва петушки», и будем думать, потому что мне кажется, что закон тоже, он не огурен, а как-то, я думаю, там будут какие-то исключения, потому что это все-таки признанное литературное произведение, классика советской литературы. Поэтому я думаю, что какие-то возможности будут. Предлагают заменять? Ну, заменять автора Ерофеева или заменять Довлатова, я не понимаю, как это делать, вот, потому что, тем более, их в живых уже нет, вот, но я думаю, что, я думаю, что какая-то возможность будет, опять же, классификация, что такое бранные слова, вот я читал, что лингвисты не определяют, пока нет определения, какое слово бранное, какое не бранное, что можно, понимаете, поэтому, когда будет более... Вообще русский язык он. Да, он очень богат. Вот, я думаю, что нам пока это не актуально, вот, мы ставим классические произведения, где этих слов нет. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Напомню, экспертам нашей сегодняшней рубрики был главный режиссер Архангельского театра драмы имени Ломоносова Андрей Тимошенко. Далее в выпуске новостной дайджест, коротко о самом главном. Отопление в Архангельске планируют отключить 18-19 мая. Как сообщили в мэрии города, если термометр в течение недели не опустится ниже плюс 8 градусов, то отопительный сезон можно будет завершить. 15 мая в Архангельске будут проводиться испытания теплотрасс. Завтра начнутся подготовительные работы. Запланированы отключения объектов социальной сферы и жилфонда. А с 16 мая начнут устранять возможные неисправности на сетях. Китайская телекомпания планирует провести съемки документального телевизионного сериала в арктической зоне России. С 16 по 19 мая съемочная группа из Китая будет работать в Архангельске. Один из съемочных дней пройдет в Холмогорском районе в селе Ломоносово. Многосерийный фильм создается для китайского зрителя. Он расскажет о суровой красоте и биоразнообразии Арктики, о ее влиянии на жизнь каждого человека. В Архангельске стартовал слет волонтеров северо-западного округа. В нем принимают участие более 100 ребят из республики Коми, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Калининградской и Архангельской областей. В программе слета пять направлений. Спортивное и экологическое волонтерство, донорство и пропаганда здорового образа жизни, социальное служение, добровольчество в чрезвычайных ситуациях. С 17 по 19 мая в столице Поморья состоится спартакиада пенсионеров Архангельской области. Для участия приглашаются мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет и старше. По условиям спартакиады пенсионеры будут соревноваться в плавании, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и пулевой стрельбе. Принять участие может любой пенсионер. Заявки принимаются по телефонам 21 56 92 и 45 43 05. В Сочи завершился третий всероссийский фестиваль любительских команд «Ночная хоккейная лига». Команда Архангельской области «Титан» завоевала бронзовые медали в самом престижном и массовом дивизионе Лиги чемпионов возрастной категории 40+. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Кадры голомача ночной хоккейной лиги в Сочи с участием президента России Владимира Путина облетели весь мир. Вместе с ним в команде звезд играли прославленные хоккеисты прошлых лет. А противостояла им российская сборная любителей хоккея старше 40 лет, в состав которой вошел и капитан архангельских титанов Алексей Сайгин. Команда, которая в этом году впервые зашла на пятистал почета. В этом году проводились беседы, разбор, благодаря нашим тренерам, это в первую очередь Александр Антошев, который в свое время поиграл, Дима Мураткин тоже, который играл в «Спартаке Архангельске». Поэтому вот благодаря всему этому делу, я думаю, и в большей степени, наверное, настрою и самоотдача на играх, мы показали такой высокий результат. Групповой этап прошли победно. В четвертьфинале одолели Ярославская торпеда. Осечка произошла в полуфинале против победителей первого турнира Челябинского Ориона. К сожалению, немного у нас сил не хватило, и мы уступили со счетом 2-3. И уже встречались в финале за третье место с командой СССР и с города Москвы. С ними мы сыграли в основное время 3-3. И там уже была серия буллитов, которые настоящим себя героем показал наш вратарь Лев Филатов, который отразил все три броска москвичей. Победную шайбу забил нападающий Владимир Расланов. Большой успех архангельской команды, от которой мы будем ждать новых побед. Виктор Кузнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В Архангельске прошел фестиваль молодых семей ступени. Выставка творческих идей «Свадебная радуга», специальная культурная программа, презентации центров семейного досуга и свадебных агентств. С участниками фестиваля познакомилась Екатерина Грициенко. Считается, что жизнь в браке – это усердный труд, требующий терпения и душевных сил. И все-таки семья – это прежде всего радость и счастье каждого момента, проведенного вместе. Не случайно путь молодой семьи начинается с праздника, свадебного торжества. Фестиваль молодой семьи «Ступени» объединил лучшие идеи для главного события в жизни каждой пары. Современное оформление фуршета, фотоальбом ручной работы и даже блокнот счастливой невесты. Пошаговая подготовка к свадьбе, несомненно, залог успешного праздника. Фестиваль «Ступени» состоялся в столице Поморья при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области. Мы воспринимаем поддержку молодой семьи как такой комплексный проект, который нужно рассматривать всесторонне. Мы поддерживаем молодежные проекты, которые направлены на пропаганду института семьи, на нормальное транслирование здоровых ценностей, на то, чтобы воспитывать осознанное родительство у молодежи региона. На этом празднике, окутанном атмосферой душевной теплоты, красоты и творчества, нашли вдохновение не только будущие молодожены, но и те, у кого уже есть опыт семейной жизни. Мы молодая семья, поженились 6 июля 2013 года, прошлым летом. Нам уже почти год и скоро у нас будет малыш. У добрых супругов две души, но единая воля. В семье Рябовых с этим выражением согласны. Все делать вместе, и тогда все получится. Да, и поддержка главная. Поддерживать друг друга. На втором этаже Дома молодежи проходило голосование за лучший дом мечты. Эти макеты представители архангельских семей сделали своими руками. Лично я голосую за работу семьи Верещагиных. Жить дружной семьей в доме, украшенном розами и получать только добрые вести. Это ли не настоящее счастье? Финальный этап, фестиваль молодоженов, состоится 17 мая в культурном центре Саломбола Арт. Гостей праздника ждут необычные презентации, увлекательные мастер-классы и даже регистрация брака. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. В зрительном зале Дворца культуры Новодвинска ни одного пустого места. Театрализованная постановка «Я в памяти храню» в исполнении молодых самодеятельных артистов никого не оставила равнодушным. На концерте побывала Нина Стадульская. В фойе Дворца культуры гостей встречал почетный караул. Кадеты из седьмой школы, а также представители военно-спортивного клуба «Барс» школы номер два выстроились в живой коридор. Словно по ковровой дорожке, зрители проходили в зал, в их числе и герои сегодняшнего дня – ветераны Великой Отечественной, друженики тыла и дети войны. Новодвинцы торопились не опоздать к началу концерта. По традиции, каждый год на 9 мая наши артисты готовят особенную постановку. Каждый год мы подходим к этому концерту с особым трепетом и вниманием, потому что ветеранов становится все меньше и меньше и хочется показать людям, что все-таки сколько жизней было положено, сколько людей умерло и нужно об этом помнить, и чтобы нынешнее поколение об этом знало и всегда гордилось нашими ветеранами. С самого начала театрализованная постановка переносит зрителей в далекое военное время и с каждой минутой все больше и больше захватывает дух. Главный герой – дед Митя, его сыграл Георгий Потяркин, вспоминает свое детство. О том, как немцы сожгли всю его деревню дотла. Из живых он остался один. Наша войска убила атаку противника и уничтожила до двухсот гитлеровцев. Совсем рядом немец проклятый. Ох, бабоньки, беду сердце чуют. Массовый расстрел всех жителей деревни – один из самых пронзительных моментов театрализованной постановки. Стоит отметить, что роль фашистских захватчиков сыграли дебютанты. Эти ребята откликнулись на просьбу организаторов принять участие в праздничном концерте. К сожалению, играю не русского фронтовика, но все равно кто-то должен исполнять и негативные роли. И этот груз ответственности я взял сегодня на себе. Броники! Я вас искал! Где же вы были? Вот, я вас сохранил! Молодец, парень. Молодец! В этом концерте были задействованы все творческие коллективы и Дворца культуры, и Городского культурного центра. Объединение наших артистов в единую программу показало, что в каждом человеке живет память о тех огненных годах. В завершении выпуска информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка на 14 мая, доллар США 34,88 рубля, евро 48 рублей 1 копейка. Сразу после нашего выпуска смотрите программу в Центре внимания вопрос психологу. Тема сегодняшнего разговора – страх. Гость программы – врач-психотерапевт высшей категории Владимир Кузнецов ответит на волнующие вас вопросы по телефону прямого эфира 639-717. А у меня на этом все. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Погода с Юнисом Погода с Юнисом и продолжит опускаться в итоге вечером температура воздуха плюс 2. Ты просто поверь в нашу весну. Выключи свет, но я не усну. Нежно вдохну тепло твоих губ. Наш светлый мир в душе сберегу. До встречи на телеканале ПС. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Продолжение следует...